Всем привет, с вами Муза Рукоделия, продолжаем серию герои анимации и сегодня будет новый мастер-класс как сделать куклу Клэр. Клэр это рисованный персонаж с одноименного канала, рассказывающая свои супер-пупер-мега истории для поднятия настроения. Если ты тоже знаешь, кто такая Клэр, то ставь палец вверх, узнаем сколько нас таких. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и тогда вы первыми будете смотреть мои новые видео. Это уже шестая кукла из этой серии на моем канале. Если вы не смотрели предыдущие части, то ссылочки на них я оставлю в описании. Практически под каждым видео из этой коллекции было очень много запросов на нашу сегодняшнюю героиню. Вы просили, чтобы я обязательно сделала Клэр. И я подумала, Клэр так Клэр, почему бы не сделать этого прикольного зайчонка. История создания этой куклы началась еще в моем предыдущем видео. Мы уже с вами предварительно подготовили куклу Куаку, удалили у нее волосы, стерли первоначальное лицо и пересадили голову с молдированного тела на супер-шарнирное. Кроме того, в прошлом видео я сделала несколько подсказок и предложила вам угадать, кого именно я буду делать. Как всегда, во всех угадалках на моем канале вы принимаете активное участие. На этот раз также было очень много правильных ответов. Практически 99,9% всех участников угадали, что я буду делать именно Клэр. Спасибо огромное за вашу активность, вы у меня самые лучшие. Вот на этом моменте мы с вами остановились в прошлый раз. Переходим к следующему этапу. Сделаем нашей кукле новые волосы. Вот эти волосы, которые я вам уже показывала. Изначально я планировала взять желтые трессы, но мне показалось, что для нашей героини они будут слишком яркие и поэтому решила взять более приглушенный цвет. Поэтому желтые трессы я пока убираю для какой-то другой куклы, а нашу будем прошивать вот этими волосами. Для удобства сниму голову, распускаю трессы, надеваю голову куклы на шариковую ручку, готовлю все необходимое. Это мои инструменты для прошивки. Также мне понадобятся ножницы. Голова у нашей куклы резиновая, но в обычном состоянии она очень плотная, ее даже невозможно сжать, поэтому периодически я буду ее прогревать феном. Теперь голова стала значительно мягче. Беру острый инструмент и делаю несколько отверстий, которые постепенно заполняю прядками. Сначала одну, следом вторую, третью и так дальше прошиваю по кругу первый ряд. И вот он уже готов. Получилось такое милое желтое солнышко. Теперь я подбираю волосы, закалываю их и иду вторым рядом в другую сторону. Вот что должно получиться. Вот так сейчас выглядит наш переход с челкой. И теперь я продолжаю по кругу, закрываю лысину. И вот наконец вся голова прошита. Я собираю волосы в пучок, беру клей момент кристалл и нужно хорошенечко проклеить все корни изнутри, чтобы наши волосы не выпадали. Клей стараюсь распределить по всей поверхности и после этого нужно оставить голову в покое до полного высыхания. Прошло несколько часов, клей уже полностью высох, я собираю волосы на два хвостика. И вот в таком положении нужно полить на них кипящей водой, чтобы уложить волосы в нужном направлении. Готово! Теперь ненадолго нужно оставить куклу в покое, чтобы стекла лишняя жидкость. Волосы еще влажные, я вновь собираю челку на резиночку, а основную длину расчесываю. Собираю волосы в высокий хвостик и сейчас нужно вот в таком положении вновь полить на него кипятком. Вот что должно получиться. Резинки у меня термо, они не боятся кипятка. Теперь мне понадобится небольшой отрез медицинской марли. Набрасываю сверху. Под марли хвостик располагаю на левую сторону и вокруг шеи обматываю тесемкой. Вот такое у меня получилось праздничное привидение. Теперь всю эту конструкцию я поставлю на окошко, чтобы волосы быстрее высохли. Прошло несколько часов, для вас это время, конечно, пролетело незаметно. Давайте развернем нашу куклу и посмотрим на результат. Сразу на этом этапе я зафиксирую волосы у основания при помощи лака для волос. Теперь нужно скрыть резинку. Для этого я беру вот такой эластичный трикотажный жгут и наклеиваю сверху. Готово! Вот так сейчас выглядит наш хвостик. Теперь я буду работать с челкой, обычной водой, смочу ее. Мне пришлось вернуть нашей красотке тело, правда, пока без рук, так как на моей импровизированной подставке она крутилась в разные стороны и невозможно было удержать в одном направлении. Последний раз расчесываю челочку и с помощью острого инструмента делю ее на три части. Сначала я буду работать с боковыми прядками. Для этого беру пенку для волос. С помощью кисточки наношу пенку на волосы. Их нужно уложить у основания. Вот так. И теперь нужно височки аккуратненько подстричь. Осталось окончательно уложить прядку при помощи пенки для волос. Левая боковая прядь готова. Теперь я буду работать с правой. Чтобы не мешала челка, я ее временно уберу наверх. И повторяю те же действия. Сначала с помощью пенки укладываю волосы в нужном направлении. Вот так. После чего ее также подстригаю. Теперь буду работать с челкой. Убираю заколку и обрабатываю пенкой. Теперь нужно разделить челочку на две части. Укладываю обе прядки в нужном направлении. И по очереди их подстригаю. На челке тут у меня практически ювелирная работа. На первой прядке я уже оформила кончики, чтобы все было аккуратно. Периодически промазываю пенкой. И вот такая в результате получилась аккуратненькая челочка. Теперь челочку нужно зафиксировать. Я это сделаю лаком для волос. Чтобы не испортить лицо, я накрою его салфеткой. Пока челка высыхает, займусь хвостиком, расчешу его. Подровняю длину. Хорошенечко профилирую кончики, чтобы они смотрелись более естественно. Теперь наш хвостик нужно уложить в нужном направлении. На основании я нанесу лак. Теперь мне понадобится плойка для волос. Подкручиваю хвостик на одну сторону. Вот так. Готово. Теперь хвостик смотрит на одну сторону. И подкручу его снизу. Для этого наношу лак уже на нижнюю часть. После этого немного расчешу. Беру плойку. И закручиваю снизу вверх. Немного держу. И вот такой получился результат. Я не хотела сильно закручивать то, что нужно. И вот такая получилась прическа. Я вернула нашей куколке ручки. Сейчас сделаем зайчьи ушки. Ушки я буду делать из белого фоамирана толщиной 1 мм. Также мне понадобится картон, небольшой кусочек пергамента и две вот такие швейные булавочки. Сначала я беру фоамиран, складываю его пополам и посерединке вставляю булавки. Булавки вставляю на небольшом расстоянии друг от друга, подстилаю пергамент, беру клеевой пистолет и обильно наношу клей. Теперь это все закрываю, прижимаю картоном. Вот такое ушко я нарисовала. Укладываю шаблончик по центру булавки и обвожу при помощи острого инструмента. Готово. Теперь переворачиваю ушко в зеркальном отражении и обвожу второй раз. Вырезаю. Вставляю в биндер и крашу серединку лаком для ногтей. Готово. Вот такие получились милые ушки. Отправляю их на сушку. А сейчас наша постоянная рубрика «Знакомимся ближе», в которой мы будем узнавать больше друг о друге. В прошлый раз мы с вами устраивали поединок между эксклюзивными куклами Шопкинс. Джессика Икс золотой капкейк для Коми-Кон против Джеммы Стоун для Волмарт. Мне тоже нужно проголосовать, я не очень люблю золотой цвет, поэтому выберу Джему. Теперь я вижу ваши результаты. На этот раз наши предпочтения совпали. Победила Джемма Стоун, она набрала 67% общих голосов. А сегодня у нас будет батл среди мультяшек «Рапунцель против Кассандры». Жмите на подсказочку в правом верхнем углу, выбирайте свою любимую героиню, а в следующий раз мы подведем итоги и узнаем, кто из них победит. А тем временем высохли наши ушки, вставляю их в голову. И вот такой результат моей сегодняшней работы. Наша малышка обрела волосы и зайчьи ушки. В следующий раз будем рисовать лицо, шить наряд, поэтому не забудь подписаться на мой канал, чтобы первым посмотреть продолжение. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok